Менее часа остается до национального отбора на детское Евровидение. В 10 вечера в прямом эфире нашего канала и спутникового Беларусь-24 стартует гала-концерт, по итогам которого страна выберет своего представителя на конкурсе. За путевку на песенный форум в Болгарию в этом году борются 10 финалистов. Сейчас они готовятся к выходу на сцену в студии 600 метров Белтеля радиокомпании, откуда и будет вестись трансляция шоу. Там находится и моя коллега Инна Пелевич. Инна, добрый вечер. Как настроение у конкурсантов? Волнуется? Елена, добрый вечер. В эти минуты в студии 600 метров Белтеля радиокомпании горячо не только от света софетов, но и от накала эмоций. Телепавильон заполняется болельщиками. Друзья, близкие, знакомые приходят сюда с плакатами, растяжками, флагами, а также в футболках, призывающими голосовать за своего фаворита. Буквально несколько минут назад здесь в студии завершился генеральный прогон голоконцерта. Финалисты работают с командой профессионалов главного медиахолдинга страны. Это операторы, звукорежиссеры, постановщики, визажисты. Хотя большинство ребят сопровождает своя света специалистов, к подготовке номера привлеклись именитые педагоги по вокалу и хореографии. Настоящий мастер-класс для юных исполнителей сегодня дал «Укротитель тигра». Площадку национального отбора на детское Евровидение посетил народный артист России Эдгард Запашный. Представитель всемирно известной цирковой династии во время общения с финалистами рассказал, как держаться перед камерами и не потерять уверенность на публиками. За развитием событий и тем, что остается за кадром телепроекта, можно следить в нашей группе «Евровидение Беларусь» ВКонтакте. Заходите, подключайтесь к обсуждениям. Выбор предстоит непростой. За путевку на конкурс в столицу Болгарии Софии борются семь солистов, два секстета и один дуэт. По условиям конкурса они будут представлять свои композиции исключительно вживую. И ребята намерены удивлять не только высокими нотами, но и хореографией, даже реквизитом. В номерах задействованы музыкальные инструменты, самокаты, велосипеды. Вы сегодня даже услышите рев моторов, скутеров. Сейчас к нам присоединились те, кому уже покорилась вершина под названием национальный отбор на детское «Евровидение». Это Лидия Заблотская и Надежда Месякова. Добрый вечер. Добрый вечер. Девчонки, ну скажите, пожалуйста, вот как вашу жизнь изменила победа в национальном отборе на детское «Евровидение»? Я считаю, что национальный отбор – это большая ступенька вперед для каждого из конкурсантов. Конечно же, множество концертов и фестивалей ждет впереди. У меня это была национальная музыкальная премия. Молодечно. Множество концертов. И, знаете, конечно же, это большой опыт. Я думаю, что ребята уже имеют возможность представить свое творчество, свои песни. И хочется верить, что у них это получится. Ну, у меня моя жизнь стала более яркой, активной и насыщенной. Не только в творческом плане, ведь появилось множество новых концертов, песен, проектов, но и в личном, потому что у меня появилось очень много друзей не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Я общаюсь со всеми в социальных сетях. Ну, и на самом деле, вам, наверное, знаком этот момент волнения, да, вот когда остается буквально вот несколько минут до выхода на сцену. Какой совет вы могли выдать вот десятке наших финалистов? Ну, во-первых, они, конечно, уже победители. И хочется, чтобы каждый из ребят собрал все свои силы и сказал себе, я могу, я знаю, что делаю. И просто, да, получил огромное удовольствие и сделал все то, чему его учили. И что он сам чувствует, чтобы он искренне представил свою композицию. Я думаю, что всем участникам стоит просто расслабиться и получать удовольствие и кайф от своего выступления, от общения с другими конкурсантами, и, в принципе, от этой атмосферы. И, конечно же, я всем желаю удачи. Надюш, но год назад ты была просто участницей национального отбора, в этом году хедлайнер-шоу. Услышим ли мы все твои поклонники «Дед и сокол мой ясный»? Да, сегодня я исполню песню «Сокол», а также сегодня состоится премьера моей новой песни «Художник», которую я написала специально для этого вечера вместе с Юзари. Она о том, что каждый художник своей жизни, своей мечты, и всегда идите к своей мечте, и ни за что не сдавайтесь, и все получится. Спасибо за ответы. Только сегодня на телеканалах «Беларусь» один из спутников, «Беларусь-24» премьера дуэта Надежны Месяковой-Юзари. Также в шоу поучаствуют другие выпускники телепроекта. Это Алина Молош, Илья Волков, которые в свою очередь также выступят еще и в ведущем шоу. Елена. Именно. По какому принципу Беларусь будет выбирать своего представителя на детском Евровидении 2015? На самом деле правила национального отбора на детское Евровидение не изменились. Делегаты Беларуси выберем по итогам голосования зрителей и жюри в процентном соотношении 50 на 50. Телепублика может высказать свои предпочтения по средствам СМС и телефонных звонков. Единственное нововведение этого сезона то, что голосование для зрителей будет платным. Но несмотря на результаты голосования, ни один из участников не выйдет из этой телестудии без подарков. Спонсоры, организаторы подготовили подарочные сертификаты, конфеты, игрушки. Но триумфаторы ожидают символ национального отбора этого года. Это статуэтка «Хрустальный микрофон». Но, на мой взгляд, главный приз – это возможность исполнить свою композицию на бис в финале шоу. В свою очередь хочется добавить, что 13-е детское Евровидение в ноябре принимает столица Болгарии – София. Наша страна не пропустила ни одного из песенных форумов. И на сегодня Беларусь является лидером по количеству призовых мест среди стран-участниц. Спасибо, Инна. На прямой связи из студии 600 Белтей радиокомпании была моя коллега Инна Пелевич. Итак, ждем начала отборочного тура на детское Евровидение. Еще раз напомню, старт прямой трансляции в 10 вечера.